Вернисаж Петра Алексеевича. Статья на версии Ком. Вернисаж Петра Алексеевич. Вернисаж Петра Алексеевича. Однако на этот раз в качестве уважительной причины не использовался обычный закус Петра Алексеевича под срочную встречу с лидерами цивилизации. Границы закрыты, лидеры на карантине, поэтому было найдено пафосное решение. А давайте организуем выставку украденных картин в местном музее имени Гончара. Не знаю, кому именно и куда именно, хотя и догадываюсь, пришла столь блестящая идея. Однако она была немедленно реализована. Ровно в 11.00 Петр Алексеевич открывал выставку личной коллекции русских художников. Можете пересчитать. Ровно 43 полотна. Копеечка в копеечку. Под каждой картиной таможенная декларация известного неизвестного происхождения, что гарантирует подлинность выставленного объекта искусства агрессивного государства. Порошенко таким образом как бы демонстрировал недалеким следователям ГБР свое интеллектуальное превосходство. Этакие изысканные, по мнению Петра Алексеевича, троллинг. Следаки не оценили интеллектуальный потенциал нашего Черчилля и приехали на его персональный вернисаж со спецназом вручать повестку лично. Он же жаловался, что не получал официальный вызов на допрос лично, ссылаясь на видосики. Вот и материализовались сотрудники ГБР прямо в музее Гончара. Петр Алексеевич был вынужден быстро и скрытно отходить огородами. Гаранта провели через чулан, заваленный подозрительными картинами и предметами быта трипольских сидельцев. Марина, супруга пятого президента, тем временем отвлекала следователя у входа в галерею, рассказывая о жизненном пути художника Коровина, который откровенно симпатизировал Навальному, хотя умер еще до рождения лидера российских либерастов. Следователь выдал Марине повестку, чем поставил жирную точку в историко-культурном экскурсе. Неизвестно, переодевался ли Петр Алексеевич во время своего поспешного бегства в женское платье. Да это, честно говоря, неважно. Организованная им выставка привела к настоящему фурору. Ошеломительный успех. Народ валом повалил посмотреть на работы, которые, по общему мнению, Петр Алексеевич ловко стырил по всему миру. По Порошенковскому залу, как в свое время по резиденции Януковича, ходят возбужденные ценители искусства, оценивая на ходу стоимость коллекции. А вот за это он на сотбис заплатил почти лям. Совершенно неожиданно в центре Киева стала функционировать выставка российских художников, что просто невозможно себе представить. Петр Алексеевич сильно рискует, поскольку его могут внести в список миротворца, как популяризатора русского мира. Чем дальше, тем больше. Петр Алексеевич погружается в волнующих гуана элитного мира гламура. Выставка вещественных доказательств по уголовному делу – это, безусловно, сильный ход, не имеющий аналогов в современной юриспруденции и психиатрии. Даже не могу подыскать аналоги. Хотя нет, подыскал. В 2017 году президент Порошенко попал в забавную ситуацию. Жалкий адвокатишка из Вероны, где Джульетта мутила с Ромео, обвинил Петра Алексеевича в присвоении 17 полотен, похищенных из местного музея. Тогда наш лидер отреагировал примерно в том же стиле. Скрипя сердце, снял работы итальянских мастеров со стен в ванной и лично передал их музею Вероны. Ошалевшие от свалившегося на них счастья итальянцы даже сделали Петра Алексеевича, почетным гражданином Вероны, но потом, опомнившись, лишили этого титула. Погорячились. Хотя мне лично идея с выставкой Вещдуков очень нравится. Во-первых, следователям ГБР не надо будет заморачиваться с их изъятием. Все находится в одном месте, приходи в любое время, конфискуй, не тревожа чуткий сон хозяина коллекции. Во-вторых, парохоботы приобщаются к высокому искусству страны-агрессора, параллельно решая в уме сложную логическую задачу. Цезрада Буперемога. В-третьих, Порошенко выступил с очень полезным почином. Все знают о большой аудиоколлекции уникальных записей, которых гарант собрал за время президентства. Целый ряд отечественных и зарубежных экспертов и спецслужб, озабоченный вопросом происхождения так называемых пленок деркача. Почему бы, работая на упреждение Петру Алексеевичу, не организовать тематическую выставку с условным названием «Я себя под Байденом чищу», продемонстрировать оригиналы записывающих устройств, раздать посетителям наушники, чтобы они могли лично ознакомиться с наиболее интересными экземплярами фонотеки. Очень разумная, на мой взгляд, идея. Александр Зубченко. Специально для версии Ком. Вернисаж Петра Алексеевича. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok